так и снова всем привет сейчас покажу как мы сможем обработать текст для выделения аббревиатур так как у нас начальный текст который существует в html варианте он на самом деле формируется вот таким образом то есть практически каждая строка разбита это можно увидеть если перенести оттуда текст то наши действия то есть если мы сейчас возьмем выделим руками весь отсюда текст попробуем провести еще раз во всяком случае возьмем кусочек текста почему руками потому что только руками можно правильно неправильно тогда текст вообще-то сохраняется с внешним форматированием своим то есть цветом с выделениями с жирностями и всем таким прочим вставим сейчас посмотрим что у нас получится вот мы вставили но на данный момент тут именно этот текст у нас так не сформирован первый файл который я формировал у меня был с формированным таким текстом но нам то это в принципе нет ничего страшного и так наши действия нам нужно отделить ссылки ссылки на странице значит что мы делаем для начала мы мы разделим эти ссылки как мы это сделаем если у нас проанализируем наши данные и так как мы можем отделить у нас есть данные они идеальный источник для отделения есть одинарная есть двойная одинарная нам хватит идем выделяем столбик который ставили идем в данные текст по по столбцам с разделителями вариант данные это у нас слэш обратный считать последовательно разделить или как один заменяем и что видим получили практически готовый список получили готовый список вот и все забираем список отсюда на новый лист сортируем и о чудо мы получили список ну конечно варианты самые простые варианты приходят как всегда позже вариант номер два когда у нас текст имеет вот такой формат то есть у нас есть море море текста и наши аббревиатуры находятся вот так в таком виде в тексте но это была специфика когда я парсил в документ у меня была именно такая раз раскладка вариант как нам достать ее отсюда берем берем мега формулу смотрите сейчас Что делает эта формула? Значит, совпадение А2, прописные А2. Она вычисляет, совпадает ли то, что написано в ячейке, с прописными буквами в этой же ячейке. То есть, другими словами, если у нас в ячейке будут все большие буквы и все маленькие буквы, она сравнит, большие буквы равняются маленьким или нет. И если будут равно, то выдаст ложь или выдаст истину. Но, тут есть один нюанс. В ячейке должно быть только все одинаковое, то есть, или большие или маленькие буквы. Как нам это сделать? Так как у нас есть одно единственное отличие, по которому мы можем определить, это большая буква спереди, то мы возьмем, напишем формулу для того, чтобы... Значит, за это у нас отвечает лембый символ, то есть, мы возьмем одну букву всего лишь. Вставили, скопировали. Не получилось. Скопируем еще раз. Растянем. Вставим. Скопировать. Вставить. Заменяем на значение. И что же мы видим? Там, где у нас будут значения, там у нас будут большие буквы. Что делаем дальше? Ну, варианта два. Мы берем... Для того, чтобы все это было полегче, мы берем, просто прописываем название. То есть, делаем шапочку, ставим автофильтр, сортируем в обратной последовательности. И теперь вставим еще раз формулу. Только поставим значейки А. А? Почему вывелось имя? Потому что он не умеет обрабатывать санскрит. Он такие буквы не знает. На самом деле, если мы посмотрим, то мы увидим, что у нас отсортировалось все так, как надо. И мы можем просто исключить куски текста. Но это, как бы опять, это вариант, к которому приходишь со временем. Самый первый вариант был... Ох, какой... Какой непростой. И так, я просто удаляю данные ненужные. Ну, для того, чтобы просто облегчить себе жизнь, приходится руками все-таки довольно много работы делать. Так, выделяем то, что нам не надо, удаляем. Теперь и идем выше, 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 до буквы Z. Если такая существует здесь. Нет, ее практически и нету. Для чего мы это делаем? Мы просто себе сейчас облегчили жизнь. Насколько? Намного. Удалить. Итак, у нас, во-первых, остались теперь строки, в которых есть только латиница. И они, как видите, сортируются. То есть есть большой Y, например, есть маленький. Пересортировать по... Учитывая регистр, можно, но... Но, но, но. Хотя, сам даже не знаю. Или можно именно с учетом регистра. Поэтому мы делаем проще. Мы вставляем формулу. И только сортируем по А. И что же мы видим? Что у нас 80 000. И теперь смотрите. Там, где была большая буква А, истина. Там, где маленькая буква А, ложь. Все. Что остается сделать? Скопировать. Ставить значения. Пересортировать. Все, что ложь, выкинуть. Все, что ложь, выкинуть. Осталось. Осталось. Остались только значения, которые... 60 000 на самом деле. Зачем я удалил все, что ниже? Потому что бывают пустые строки. Или строки с формулами пустыми. Которые не будут давать обрабатывать. Так. Итак. Наши дальнейшие действия. Вот у нас список аббревиатур полный получается. Теперь наши дальнейшие действия. Это можно уже удалить. Аббревиатуры. Что делаем дальше? Дальше нам нужно посчитать каждое количество. Сколько каких. Как мы это сделаем? Итак, что мы видим? Мы можем сделать разделение. Какое? Через запятую. Так как у нас цифры разделяются, то здесь у нас в принципе идеальная работа. Как мы это делаем? Берем, выделяем столбец. Идем в данные. Текст по столбцам с разделителями. Запятая. Далее. И вот тут, когда в поместить, просто поместим в B столбец. Не в A, а в B. Спросил, или можно заменять данные. Говорим, да. И вот мы получили разделенный вариант. Если нам нужны дальше цифры, то это уже другое. Но. Теперь у нас есть количество аббревиатур. Что мы делаем? Теперь нам надо удалить дубликаты фактически. Мы это можем сделать несколькими способами. Но самый действенный и быстрый, в принципе, удаление дубликатов самой внутренней функцией удаления Excel. Хотя можно и внешними ссылками. Я обычно пользуюсь внешними, потому что там они более гибкие и более настроенные. Но мы скажем, что удалить дубликаты. Вот мы удалили дубликаты. Итого получили 166 аббревиатур. Теперь нам нужно посчитать количество. Сколько их. Существует формула, как счет если. Счет если подсчитывает количество из диапазона по критерию. Диапазон выделили. Перешли на листик с диапазоном. Критерией у нас является вот это число. Вот это слово. И о чудо. Мы получили количество всех аббревиатур. Все. Спасибо за внимание. Тут можно пересортировать. Фильтр. Не забываем копировать, вставлять значения. Так как формулы у нас будут не работать правильно. Пересортировали. И получили, что Мамбахара занимает самое большее из всех, что есть. Все. Всем спасибо. До свидания. С вами был Антон. Субтитры сделал DimaTorzok